самые горячие вопросы о вакцине что к чему не готовы вакцинироваться бесплатно цены к сильные головные боли более в суставах вы находитесь в большей зоне риска подъем температуры был до 39 40 градусов это конечно вызывает сомнения друзья у нас огромное количество вопросов и в интернете и под видео когда мы снимали про вакцинацию от к вида поэтому давайте попробуем быстренько разобраться чтоб что к чему и так сегодня про вакцины сегодня мы поговорим вообще опасно вакцина или нет какие могут быть последствия какая сегодня реальная цена этих вакцин в странах где началось вакцинирование если энергетические реакции какое общее отношение на сегодня общество к вакцинации можно ли сегодня так прыгнуть другую страну самолеты там где-то про вакцинироваться и так погнали активная вакцинация началась в америке в израиле в россии в странах южной америки и в европе в россии как вы знаете только всего лишь 22 процента людей по данным вопроса готовы вакцинироваться любой вакциной 44 скорее нет чем да то есть фактически пятая часть людей вообще не готова вакцинироваться половину из них будет сильно думать что более удивительно в россии показатель просто того что вакцина активно запустилась 52 процента врачей не готовы вакцинироваться бесплатной вакцины а именно с врачей и с более взрослого населения найдет начало вакцинации задуматься надо 52 процента это огромное число вроде как профессионалов которые не готовы вакцинироваться сегодня по сша по сша цифры на самом деле довольно таки похожи 26 процентов людей не готовы вакцинироваться ни одной из сегодняшних вакцин а 70 процентов людей в сша очень сильно беспокоится возможной побочной реакцией от вакцинирования опасно вакцина или нет очень важный вопрос который волнует большинство людей какие минусы всей этой истории минусы что вакцины прошли очень быстрый период внедрения и всех этапов тестирования обычно цикл нормальной вакцины он идет от лаборатории испытания на животных испытания в узких группах целевых и потом испытания на всех слоях населения так вот бог вакцина от ковида перепрыгнула этапы испытания на животных перепрыгнула этапы испытания в узких группах и практически кстати вот допустим файзер испытывал общее количество испытуемых это 40 тысяч человек с точки зрения последней фазы внедрения это большая хорошая цифра но с точки зрения с того что были перепрыгнуты какие-то первые этапы или середины этапы это конечно вызывает сомнения российской вакцины вообще было создано каких-то супер сроках в какие-то два месяца и более того что вызывает самый большой вопрос огромный вопрос что вакцина уже получила одобрение российской медицины за два месяца до вообще начало испытаний понимаете это беспокоит людей допустим англии astrazeneca запустила испытания и уже начал производить массовую вакцину то есть к концу испытаний несколько милой миллион вакцин уже были готовы то есть это говорил о том что практически на сто процентов все компании участвующие в разработке вакцин были уверены в том что вакцина будет одобрена давайте что по обычным эффектом классические побочные эффекты очень схожи с мини сценарием к вида высокая температура кашель возможно ослабление общего тонуса слабость и так далее только все это протекает в один-два дня мы имеем данные по вакцинат по осложнениям файзер и модерна они говорят что около двух процентов испытуемых подъем температуры будут до тридцати девяти сорока градусов то есть мы испытываем такой мини ковид сценарий за один-два дня надо ли этого бояться ну конечно когда у вас температура 40 это страшно и наверняка это не просто так в организме происходит поэтому как бороться с этими последствиями они понятны это два процента в то и тех кто дал данные но в принципе приду других вакцинах ну понятных нам известны бывают такие осложнения по российской вакцине опять же осложнения описаны очень общее это общее недомогание повышение температуры к сильные головные боли боли в суставах то есть это опять же тот же мини сценарий к вида который мы имеем в классическом течении по аллергическим реакциям все описанные случаи и с американцы вакциной из российской которые вызвали сильные аллергические реакции или даже на филактические шоки связаны с тем что до этого человек уже был сильным аллергиком поэтому нельзя сказать что аллергические реакции являются специфическими именно на вакцину от ковида поэтому если у вас вы аллергик вы сильный аллергик конечно наверное вы находитесь в большей зоне риска именно поэтому очень важно что вакцина была сертифицирована и проводилась вакцинации в медицинском центре который может оказать первую помощь как и любые центры которые занимаются вакцинации или кабинеты вакцинации вот и они были готовы к аллергическим или каким-то другим реакциям как вы знаете вице-президент сша премьер-министр не таньяху уже сделали вакцину ну кстати товарищ путин ее еще не сделал он говорит о том что он находится в той вековой категории который пока еще рано делать вакцину хотя с другой стороны его один из приспешников товарищ собянин которым 62 года уже был провакцинирован потому что в принципе другого пути как продвинуть вакцину среди населения у него не было как собственным примером лидер аргентины сказал что первый уколит вакцину когда россия поставит ее в аргентину такой хороший себе личный пример сегодня туризм для того чтобы поехать другую страну и сделать вакцину практически невозможно это считается отчасти какими-то чуть ли не мошенническими схемами поэтому я бы даже не советовал думать об этом ехать какую-то страну в принципе ждите вакцину в вашей стране это наверное на сегодня самое правильное самое безопасное чем вакцинации чем вакцины принципиально отличаются друг от друга мы с вами очень подробно рассматривали в этом ролике обязательно посмотрите чтобы вы были в курсе какие вакцины и чем они отличаются друг от друга по европе в европе одобрена вакцина пайзер в англии одобрена акцина astrazeneca вакцина пайзер она делана совместно сделала совместно с компанией и немецкой и китайской байонтек и сегодня в 27 странах европы эта вакцина заправлена одобрена и начинается активная вакцинация как мы понимаем европой там полмиллиарда жителей как проводится вакцинация вакцины пайзер в европе ты получаешь первую дозу через 12 дней только через течение точнее 12 дней у вас строится иммунный ответ первая доза 12 дней мы получаем первый иммунитет от к вида 19 на 21 день от первой дозы делается ревакцинация повторная доза и в течение еще одной недели формируется полный иммунитет то есть нам надо фактически 28 дней от первой вакцинации до полного иммунитета этой мы говорим про вакцину пайзер наибольшие реакции чаще всего проявляется после второй дозы вот эти большие подъемы температуры аллергические реакции ломота головная боль апатия я не знаю все это чаще же появляется после второй доз чтоб вы просто знали давайте по реальным ценам на не те цены которые сейчас можно купить на чем рынке за дурные деньги внимание от 10 до 50 тысяч долларов за пару вакцин реальные цены для граждан той или иной стороны где началась вакцина и так астрозенека цена 4 доллара 4 доллара за вакцину это вакцина астрозенека это англия хранится она в холодильнике при нормальной температуре холодильника то есть это как мы знаем холодильнике это около плюс 3 плюс 4 градусов вакцина модерна хранится и перевозится при минус 20 и и цена в америке 25 долларов файзер вакцина стоит 20 баксов и хранится она переводится при температуре минус 70 градусов и российская вакцина спутник в она стоит всего 10 баксов и в принципе она может храниться при нормальной температуре в холодильнике то есть это около плюс 4 все вакцины делаются по два раза время от до ревакцинации они разные вакцинах они в плюс минус все в рамках одного месяца но вот на сегодня официальные цены вот такие еще раз давайте пробежимся прав по фазам по фазам испытаний вакцины это лаборатория когда идет разработка в лаборатории потом испытания на животных потом добровольцы это первая фаза фактически вторая фаза чаще всего это исследование иммунного ответа то есть насколько у нас выработались антитела и третья фаза это уже испытание среди широких слоев населения так вот именно вакцина от ковида и российская и американская многие пропустили некоторые стадии в частности животных и даже в принципе иногда это были добровольцы мы сразу начинали массовое исследование и иммунный ответ задавайте вопросы в комментариях мнение свои о вакцинации жду в комментариях конечно и так друзья это были самые горячие вопросы о вакцине о вакцины от к вида это был андрей березовский это канал как explorer канал про здоровье